Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Добрый вечер! В эфире «Про город». В этой студии мы обсуждаем непридуманные истории. И сегодня в Калининград из соседней Белоруссии приехал дуэт «Верасы». Когда артиста ждут, любят и хотят видеть и слышать, для артиста это большое счастье. Белорусская группа «Верасы» появилась в начале 70-х и с первых аккордов полюбилась зрителям. Изначально ансамбль был исключительно женским, но уже в 73-м году было принято решение добавить коллективу новое звучание. Благодаря мужскому вокалу. Их песни «Любви прощальный бал», «Морской прибой» и «Счастливый случай» остались в сердцах навечно. «Ты меня не кличешь, послухай, завируха, метель завируха». Вот взять тоже завируху. Потом после концерта приходят и говорят, спасибо большое за то, что вы спели эту замечательную песню. А вы знаете, она на нашей свадьбе была нашим… «Велым танцем». Да, «Велым танцем». За их историей любви тогда наблюдала вся страна. И вот спустя 37 лет в их отношениях, кажется, ничего не изменилось. Пока Александр Георгиевич трепетно ухаживает за Ядвигой Константиновной и подливает ее любимый зеленый чай, она вспоминает их первое знакомство в филармонии. «Два года он ухаживал за мной». «Как подбирался к ней через ее подругу». «Да, как говорится, подбирался». «Ну как, ухаживал». «Я помню эти ощущения». «Потому что…» «Наверное, тогда что-то и случилось». «Я за ней бегал долго». «И, в общем-то…» «Ну не очень, два года, я думаю. «Это страшный срок для меня, сама понимаешь». Среди счастливых моментов в семейной жизни и карьере были времена, когда в период перестройки артисты сидели без работы. «Саша, извини, я просто очень хорошо помню этот звонок по телефону. Вот, а где вы что, ребят? А что вы, поете?» «Мы говорим, ну да, поем». «Ой, а мы думали, что вы там каким-то бизнесом занялись, понимаете». Благодаря своей любви к музыке они никуда не исчезли и с удовольствием продолжают гастролировать по стране. «Прошу тебя в час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый в малиновой заре. Как дорог край березовый в малиновой заре». И сегодня у нас в гостях солист легендарного ансамбля «Веросы» Александр Тиханович. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Очень приятно видеть наших соседей белорусских в нашей калининградской студии. «Спасибо большое. Мне очень приятно, что пригласили в ваш замечательный город и что мы имеем возможность сегодня поговорить вместе с вами, с нашими калининградскими слушателями. Мне очень приятно. Спасибо большое. Прежде всего, хотел передать привет от жителей нашей Белоруссии и от супруги моей, к сожалению, не сможет сегодня быть с нами. Но, тем не менее, мне очень приятно, что у нас будет какое-то время поговорить, пообщаться. Это всегда очень приятно. Еще раз большое спасибо за то, что мы вместе». Маленькая ремарка. Едвига Константиновна чуть-чуть приболела. Сегодня у нее концерт. К вечеру она уже будет в форме. Поэтому сегодня Александр все расскажет без супруги. Один за всех, все за одного. Хотя, конечно, всегда мы ассоциируем вас вместе. Попугаи и неразлучники. Совершенно правильно. С одним крылом тяжело, в общем. К вечеру уже все будет отлично. Погода нас нынче не балует, действительно. Ну, такая же погода в Белоруссии. Вы знаете, мы ездим много. И были до этого в Санкт-Петербурге, работали в Масленицу на улице. Был концерт. Было 17 градусов мороза. Но, тем не менее, было очень хорошо. Было тепло от наших слушателей. От того, что мы пели все вместе. От того, что светило солнышко. От того, что это был последний день перед Великим постом. В общем, было нормальное, веселое настроение. Ну, вот начался пост. И начались тоже катаклизмы какие-то. Сложности, да? То есть мы должны тоже немножко... Мы приехали в Калининград. И было чудесно. У вас не было снега. Я думаю, ну вот, слава богу. В Белоруссии же навалило. У нас был такой... Вообще, я хочу сказать, что была критическая ситуация. Я за всю свою жизнь не помню такого количества осадков. И мы должны были ехать на концерт. Выехали. Отъехали 20 километров от Минска. И возвратились назад. Потому что ехать стало невозможно. Засыпало. У нас прекрасные дороги в Белоруссии. Чудесное шоссе. Многоколейное, так сказать. Многополосное. И, ну, невозможно было ехать. И потом на утро появились фотографии, где брошены были все машины. То есть настолько засыпало снегом. Случилось это буквально за несколько часов. Потому что, ну, прямо метр не было видно. Вот как туман. То есть такая стена была снежная. Причем мелкий такой снег. И ветер штормового предупреждения в Белоруссии. Это вообще не свойственно. Завируха. И метель завируха. Вот это совершенно правильно. Завируха была точно как раз по теме. Причем меня первый канал телевидения нашего поймал. И говорят, слушай, ну, какое-нибудь интервью можно. Я говорю, ну да. Завируха, метель завируха. Но точно было по теме дня. Я предлагаю посмотреть фрагмент вашего выступления. Внимание на экран. У меня сестренки нет. У меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не впроворот. Что же будет на земле через сто ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет. Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма- сказать, что после исполнения песни у нас даже была благодарность Министерства Здравоохранения СССР, на самом деле, я вам скажу честно, это после исполнения песни в программе «Голубой Огонек» мы приехали в Москву и в музыкальную редакцию центрального телевидения, там был стенд такой лучшей программы месяца, висело благодарственное письмо Министерства Здравоохранения СССР, написано там было, что приблизительно следующее просим передать слова благодарности композитору Эдуарду Ханкупу, эту Игорь Шеферану, белорусскому ансамблю Росы за исполнение в программе «Голубой огонек» песни «Я у бабушки живу» Одной этой песни они сделали гораздо больше, чем все наши лекции По проблеме деторождения в нашей стране Это совершенно железный факт, это абсолютная правда Это никакой не пиар, не вымысел, это было действительно так Прошло 2-3 года, и перед сценой, во время исполнения песни Собиралось громадное количество мальчиков, девочек, папы, мамы, бабушки, дедушки С цветами подходили к яде, благодарили за песню Говорили, вот благодаря вашей песне появился, появилась на свет Я стоял рядом, гордый с гитарой, думаю, спели песню, все появились на свет А сколько же лет было Едвиге Константиновне, когда она песню пела? Я, честно говоря, была уверена, что это поет ребенок Вы знаете, она, мало этого, эта песня вообще-то была написана К трехсерийному документальному фильму о проблеме одного ребенка в семье Назывался фильм «Третий лишний» Фильм Евгения Гавриловича, режиссера, а музыку написал Эдуард Ханов И когда мы записывали музыку к этой песне, яде была в положении Вот, и она была 8 месяцев, и у него был такой приличный животик Вот, и я помню, как мы в Санкт-Петербурге писали, тогда в Ленинграде Была первая пробная запись, и мы подставляли ей стульчик Потому что она не могла стоять, не сидеть, и стульчик подставляли, чтобы она могла опереться И вот она говорила, что на высокой ноте, где говорят семьи, не право, рот туда вверху Она говорит, я боялась, что я рожу в этот момент Ну, приходится напрягать Да, 8 месяц все-таки внушительный Вот, и я вам хочу сказать, что эфир этой песни, она смотрела уже с Настей, с нашей Вот, так что делась после «Дочка» до 23 декабря А нас уже в феврале пригласили на мартовский огонек То есть поехали, там была целая история, опоздали на самолет Не посадили в Москве, посадили в Саратове, была нелетная погода А там надо было кормить ребенка, а ребенка нет, надо, ну, женщины знают, что надо делать Там была специальная комната, где надо было это все Она там простудилась, и потом она, ой, это, ну, в общем, громадные всякие там трудности Но, тем не менее, песня очень популярная, известная, любимая до сих пор А для артиста это великое счастье Вот, Александр, вы очень много, у вас очень много хитов Причем, когда говорят ансамбль «Верасы», ведь говорят о многих солистах этой группы О многих замечательных музыкантов Но вы и ваша супруга, это просто визитная карточка Ну, так выпало, что эти песни просто пели мы И чаще мы были на экране, как солисты Вот, ну, так случилось И так понравились людям, что до сих пор очень нравитесь Ну, слава Богу, мне очень приятно Правда, что вы только пять раз в нашем городе выступали в этом году на корпоративах? Наверное, шесть Даже шесть? Да В чем успех такой популярности? Вот ведь многие же говорят, вот в наше время было вот, а теперь не то А вы радуетесь каждому дню И ваши песни актуальны Конечно Ну, я не думаю, никакого секрета нет Просто раз мы, так сказать, имеем в нас хотят нас видеть, нам это очень приятно Хотел сказать, что в нас что-то имеют, хотят нас видеть, а для артиста это великое счастье Еще хочу сказать, что песни действительно очень любимые И время сейчас немножко другое Вы знаете, много очень музыки, много FM-станций появилось Много разной музыки, человек может выбрать для себя все, что угодно Но есть песни, которые связаны с какими-то жизненными ситуациями, которые всегда хочется слушать Вы знаете, мы как артисты, ведь мы не можем стоять на месте У нас много песен проходит новых, которые мы, так сказать, поем и делаем специально Готовим для зрителей в первой части концерта, поем эти песни Но все равно все же слушать хотят те, которые принесли успех и славу Веросамы Которые много уже лет шагают с нами по жизни, там записаны в наших сердцах Которые их всех хорошо знают, потому что каждая из них, она же была лавератом телевизионного фестиваля «Песня года» И, ну, в то время было не 140 песен, а, может быть, 25-30 Эти песни действительно закручивались и очень хорошо были известны в стране И поэтому, я думаю, что то время оставило неизгладимый след и в наших песнях Вот в чем дело Но ведь вы счастливец, Александр, вы пережили бешеную популярность, да? Что такое? 25 людей или 500, допустим, сейчас, да, в хит-параде Расскажите о вашей популярности Вот молодые люди сейчас, певцы, они не мечтают даже о такой славе, которая была у вас Я могу себе представить, что было, а расскажите, как это было? Я хочу сказать, что вы понимаете, в чем дело Конечно, она была очень большая популярность И бегали за нами толпами, там, наши поклонники и все такое Но мы как-то не ставили, ведь, знаете, у нас было не это было главное Нам хотелось высказать больше, рассказать У нас появилась возможность, чтобы мы могли поделиться своим творчеством И рассказать то, что мы можем сделать И мы просто день и ночь, это была кропотливая работа Она и до сих пор остается, потому что любой успех – это кровь, пот и слезы Я не могу другого сказать, потому что любое произведение Любой проект, как теперь называют Мне не хотелось, чтобы это был проект Мне не хотелось, чтобы это было произведение, песня Которая осталась бы не после того, когда закончилась трансляция того или иного шоу Но потом, чтобы это осталось еще и у наших слушателей Чтобы они могли… Ну, мы привыкли так, понимаете Хотя я… Мне очень нравится много в нашем времени Мне нравится темп жизненный, вот такой большой Потому что очень трудно угнаться, но это не дает возможности расслабляться Это хорошо, что у тебя дышат там где-то… Ну, у нас, как бы, понимаете, с кем-то конкурировать Но это, может быть, даже и не нужно Но, тем не менее, нам хотелось бы, чтобы у нас было на уровне аранжировки Наши новые песни, чтобы они соответствовали формату, как теперь говорят Поменялось время, поменялось условие Естественно, ты должен жить в этих условиях или уйти тогда А уйти пока не хочется, потому что еще лучшие песни не спеты Вот вчера я слушала ваши песни, и мне очень понравились звуки Даже сейчас таких нет Это удивительное творчество было проявлено, чтобы подобрать их Но ведь они были еще и фирменными, эти звуки В тот момент, когда мы стали лауреатами всесерьезного конкурса артистов эстрады пятого Это было самое главное, так сказать, испытание для любого артиста Это конкурс артистов эстрады Потому что песниры стали лауреатом четвертого конкурса И узаконили жанр вокально-инструментальных ансамблей А мы через четыре года представляли Беларусь на пятом союзном конкурсе артистов эстрады Мы тоже получили звание лауреатов Кстати, с нами вместе этого звания были удостоены Алла Пугачева, Геннадий Хазанов Группа Ариэль и многие другие артисты Но вот имена те, которые я назвал, они сейчас как бы рабочие, популярные очень и так далее И нам дали возможность приобрести заграничную аппаратуру Нам выделили 75 тысяч долларов государство В то время это были бешеные деньги И мы приехали в Москву И в Москве проходила выставка звукозаписывающей аппаратуры Американской, японской И мы прямо с выставки имели возможность посмотреть, пощупать И заказать те инструменты, которые бы нам хотелось Но, естественно, заказали самое лучшее, то, что было на тот момент И к нам пришли синтезаторы «Профит», «Оберхайм», которых название даже до сих пор Была аппаратура первая «Пивэй» Мы тогда договорились и прямо с выставки забрались с очень большой скидкой Ну, это целая история Кстати, сказать, могу вам похвастаться, что благодаря мне вообще Разрешили всем остальным музыкальным деятелям Советского Союза Закупать американскую аппаратуру Это «Про город» и мы продолжаем Сегодня в нашу студию пришел солист легендарного ансамбля «Верасы» Александр Тиханович Нет текста, нет песни, да, вы считаете? Да, конечно, я считаю А ведь очень много сейчас песен Ну, знаю Давайте поругаем кого-нибудь Я не хочу ругать никого, потому что у каждого времени свои герои У каждого времени есть свои приколы, свои фишки И кто-то находит в том, что я беременна, это временно, это тоже приятно, понятно Я все понимаю, все Конечно, может быть, знаете, что меня возмущает? Когда со сцены ругаются матом, либо на записи это есть Вот это недопустимо, потому что сцена – это храм Потому что приходят люди к тебе на концерт, они – надо думать о том, что за каждое наше слово нам придется отвечать Поэтому мы должны, а мы имеем возможность общения с громадной аудиторией Благодаря радио, телевидению или там концертным выступлениям Ты должен приходить всегда трезвым У тебя должно быть хорошее настроение для того, чтобы людям ты мог отдать светлое что-то, то же самое получив потом от них Иначе ты потом тоже будешь болеть, или после твоего исполнения по концерту заболеет кто-нибудь, и это будет плохо А вот приходить трезвым – это и собственного опыта? Да Просто какое-то время, чтобы начать? Я хочу сказать, да, это надо, наверное, пережить и все такое Но я хочу сказать, что самое лучшее и самое эталонное состояние для человека – это тогда, когда он трезвый Поверьте мне, никакие допинки, никакие кайфы, никакой там алкоголь или там что-либо другое Оно не дает, то есть, действительно, ощущение реальности и того кайфа, когда ты трезвый Это я вам честно говорю Поверьте моему опыту Это ведь не сразу приходит Я думаю, что для этого нужно пережить, конечно, у каждого свой жизненный путь Людям интересно, где вы любите бывать, где вы любите отдыхать, где эти внуки, собираетесь ли вместе? Мы хотели времени на это Да, вы знаете, вот нам дали 4 года назад квартиру, и мы никак не можем в нее въехать Только 4 года назад? Нет, ну у нас была, мы жили вместе там с семьей Настя, Ваня, внук у нас есть, вот от рада жизни, вот, Настя, Ваня И мы жили в одной квартире, ну и нам дали, слава богу, очень хорошую квартиру Вот, но мы никак не можем в нее въехать, потому что то нет денег, то нет времени То нам там ремонт не так сделали, то там судимся с этими строителями Ну вот, ну такое все Это для тех, кто думает, что все-таки артисты Я вам хочу сказать, что бытовуха – это страшное дело Быт – это нечто ужасное, потому что это гроб творчества, понимаете? Я вам честно говорю, и то, что вот, ну, понимаете, как, есть разные люди, как в любой профессии У строителей есть, и у музыкантов там, и где бы то ни было Ну, у нас вот так попалось, значит, Господь учит, надо жить по-другому, вести себя как-то по-другому Но тем не менее, все это есть, и в конечном результате скоро, вот мы сейчас заработаем, купим мебель То есть вы живете в Белоруссии, так? Да, в Белоруссии мы всегда жили и живем в Белоруссии И не хочется никуда оттуда Нет, зачем? И не в Москву, ведь не могли бы Да, нас приглашали, много всего Но я считаю, что в Москву или куда-либо лучше приезжать в гости У тебя есть свой дом, когда ты приезжаешь в гости, то тебя пустят тогда Ну, гостям же всегда относятся с уважением, пустят тебя Ну, и ты вот без очереди можешь даже куда-то попасть там, да? А потом спокойно сказал, спасибо, и уехал, тогда тебя любят А когда ты начинаешь лезть в чужой кормушке, то, естественно, это не совсем правильно А вот общение с природой для вас имеет значение? Ядя очень любит природу, ей нравится бесконечная луга, небо, домик в деревне Это есть плана? Ну, этого нет и никогда не будет У нас был, но, я хочу сказать, мы построили домик, но из-за того, что не было времени Потому что раньше очень много гастролировали, приехать туда не было К нам туда залезли, потом позабирали все, что там было, потом его растащили Я чувствую, что у вас такие же проблемы, как у многих калининградцев перед дачным сезоном, перед началом Ну, я вам расскажу искренне то, что было, понимаете? Правда, что в Калининграде вам нравится Светлогорск? Правда, потому что, ну, во-первых, я вам хочу рассказать, почему У меня папа с войсками освобождал Кюнисберг Он мне рассказывал про интерную комнату И ездил отдыхать Да, он был, знаете, заместителем командира танковой бригады У него была большая должность И он мне искренне рассказывал о том, что ее затопили немцы И вот он, когда ездил в Светлогорск, а он отдыхал там, по линии Министерства обороны Он привозил мне всегда янтарь, который находил на берегу И вот с того времени мне просто это очень, ну, как бы Я помню это еще малышом И потом так случилось, что мы ездили в Светлогорске В Светлогорске у нас было какое-то такое чудесное Мы делали, организовали праздник летний, открытие сезона Я привозил туда Леша Глызина Мы пели там, кто-то еще был из российских, не помню Артиста был, Ляпец Трубецкой Ну, была такая, я посмотрел, сколько народ отдыхает там Вы знаете, я не ожидал, это даже, это как в Сочи Просто пройти невозможно, такая популярность курорта Здорово, и как там живописная природа Море, сосны, домики красивые Мне очень нравится Нисколько не хуже, чем любой западный курорт, честно вам скажу Вообще, Калининград, Калининградская, это своеобразная страна, хотел сказать Ну, вот, своеобразный город, область, да Где очень красивый ландшафт Но самое главное, люди, которые здесь живут Я не могу объяснить, может быть, это от того, что это немножко оторвано От общего, так сказать, от общей территории Ну, здесь... Каменных-то нет, собственно, да? Да, понятно, да Все приехали Приехали, да Но очень такие добросердечные, гостеприимные Спасибо вам большое, очень приятно всегда приезжать в Калининград У нас есть возможность посмотреть фрагмент концертного выступления дуэта «Верасы» Прошу тебя, час розовый, довольте мой паркет Как только березовый, молитва пальца нет Как только березовый, молитва пальца нет Хотелось бы поговорить с вами о славянском базаре в Витебске Он пользуется бешеной популярностью в соседних странах, граничащих с Россией Вот, например, в Литве Моя бабушка и все ее подружки ждут и бегом убегают с лавочки домой Сегодня будет славянский базар Юрмала не пользуется таким спросом А вот именно в Витебске пользуется Как вы думаете, в чем успех вот этого фестиваля? Ну, я думаю, что Юрмала – это более европейско-молодежный фестиваль А фестиваль «Славянский базар» в Витебске – это более такой фестиваль Вы знаете, он отличается от других фестивалей Потому что он действительно какой-то такой Во-первых, это фестиваль искусств Это не только музыка Это художники, это кино Это подельщики по дереву и так далее Это разные виды искусств Но в рамках фестиваля «Славянский базар» проводится конкурс молодых исполнителей И условия этого конкурса, как обычно, это песня страны, которую ты представляешь Либо «Шлягер прошлых лет» Поэтому это привлекает людей разных возрастов, я думаю Мне почтилось несколько раз работать в международном жюри В прошлом году я был членом международного жюри на конкурсе молодых исполнителей в «Славянском базаре» Хочу сказать, что это очень ответственно, конечно И хорошо, когда исполнитель конкурентоспособный Бывает по-разному Это я с точки зрения члена жюри А вообще фестиваль, конечно, прекрасный Это один из лучших праздников в Беларуси, мы считаем Самый главный музыкальный праздник нашей страны Патронируется президентом государства И много-много делается для того, чтобы каждый год он был разным Чтобы в нем было что-то новое, чтобы приносило успех и радость не только исполнителям Но и слушателям, которые приходят Концерты все проходят с таким успехом Там же приезжают звезды, весь Витебск гудит так Вы представляете, что каждый вечер, а он начинается концерт и так Днем, вечером, ночью И вот эти вот меняющиеся все время идет музыка Эта чаша «Славянского базара» она все время звучит оттуда музыка Где-то во всех филармонии, в концертных залах, в кафе, в ресторанах Везде можно встретить популярных артистов То есть, ну, такое фестивальное, настоящее, прекрасное время И Беларусь много делает для того, чтобы он действительно был очень высокого уровня И там, я думаю, что все, кто приезжает на «Славянский базар», очень всегда все довольны И стремятся на этот конкурс, а нам это очень приятно То есть приглашаете, да? Конечно, приглашаем всегда Мы очень благодарны вам за то, что вы пришли сегодня в нашу студию Вот, это вам от нас Это я передам От наших поклонников Спасибо большое Пожеланиями скорейшего выздоровления Да я думаю, что это и не болезнь вовсе, а так Ну, понимаете, да Маленький отдых, да Большое спасибо Я передам обязательно Ядер, мне очень приятно, что мы с вами привели это время Я хочу поблагодарить вас Благодарить вас, дорогие друзья калининградцы За то, что вы с такой теплотой и любовью относитесь к нам Мы желаем вам всем крепкого здоровья Исполнения желаний Милости Божьей Всего самого светлого и лучшего Спасибо большое Мне было приятно, что были вместе До свидания До новых встреч Последние приготовления и на сцену Ядвига Поплавская немного волнуется Ведь это долгожданная встреча, которую ждут и поклонники, и артисты Ну, это наше советское время и советские песни вот эти Поэтому мы с удовольствием сегодня пришли сюда Хорошие голоса, приятно их слушать Сами они очень приятные Песни хотим услышать и впечатлений, конечно, приятных набраться Ну, хорошо провести вечер Да, хорошо Ну, ансамбль этот нравится Наши еще в годы молодости нравились песни, которые они исполняют Поэтому пришли Этой встречи поклонники ждали давно И она состоялась Два часа любимых песен, с каждой из которых связаны самые лучшие воспоминания Когда артисты ждут, любят и хотят видеть и слышать Для артиста это большое счастье Благодаря своей любви к друг другу и музыке Солисты легендарного ансамбля «Верасы» никуда не исчезли И с удовольствием продолжают гастролировать по стране Только в Калининграде за 2013 год они дают уже шестой концерт И, судя по всему, не последний От всей души хочется пожелать вам того, чего вы нам желали, дорогие друзья Вы нам столько прекрасных слов, комплиментов Мы услышали после концертов Спасибо вам большое за вашу доброту За ваше внимание к нам И, конечно же, желаем вам тоже и крепкого здоровья И семейного счастья, семейных радостей И солнышка в каждый дом Любви и счастья, здоровья и мира До свидания, до новых встреч Пока На сегодня это все Это была программа про город Здесь мы обсуждаем непридуманные истории нашего города и области И если вы хотите стать героем нашей программы Звоните к нам в редакцию По телефону 91-9404 А меня зовут Мария Лукьянова Увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова